Здравствуйте! В эфире программа «Серьезный разговор» и сегодня у нас в гостях главный врач Вологодского областного психоневрологического диспансера номер один Нина Петровцева. Здравствуйте, Нина Леонидовна! Здравствуйте, Ольга! Более 400 миллионов человек страдают теми или иными психическими заболеваниями на земном шаре. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Завтра во всем мире отмечается День психического здоровья. Нина Леонидовна, вообще какова цель этого дня празднования психического здоровья? Для чего? Хочется сказать, что Всемирный день психического здоровья отмечается в нашей стране уже более 10 лет. Организован этот день был Всемирной организацией здравоохранения еще в 1992 году. Целью этого дня является прежде всего рассказать населению о проблемах психического здоровья, то есть повысить информированность населения о психическом здоровье. Также, конечно, целью является привлечь различные общественные организации, правительства разных стран средства массовой информации к проблемам психического здоровья, к дискриминации людей, страдающих психическими расстройствами. Ну и, конечно, привлечь какие-то средства, инвестиции в профилактику и лечение психических заболеваний. Вся психиатрическая служба России и наш диспансер в частности всегда отмечают этот День психического здоровья. И по всей стране в психиатрических учреждениях и у нас в диспансере проходит ряд мероприятий. Прежде всего, это информационные встречи, круглые столы, дни открытых дверей у нас в отделениях будут проводиться, когда любой человек может прийти к нам в учреждение и задать вопрос специалисту, если до этого он каким-то образом стеснялся это сделать. Помимо этого, у нас будут праздничные мероприятия для наших пациентов, будут организованы праздничные чаепития, концерт с силами самих пациентов для других пациентов и их родственников. Также у нас ежегодно проходят выставки творческих работ наших пациентов, как внутри диспансера, так и в выставочных залах различные поделки. Ну и помимо всего этого, мы хотим привлечь внимание медицинских учреждений нашего города к проблемам психиатрической службы. Инна Леонидовна, а вообще в России принято ли уделять внимание своему психическому здоровью или это как-то стыдно считается? В нашей стране как-то сложилось так, что отношение к психическому здоровью, мягко скажем, недостаточное. Ведь слагаемое здоровье состоит из трех составляющих – физическое здоровье, психическое здоровье и социальное благополучие. Что касается физического здоровья, здесь у нас население уже стало более грамотно, посещают различные спортивные клубы, спортивные секции, детей приучают с детства заниматься физическими упражнениями. То о психическом здоровье граждане наши не задумываются. И, конечно, это основная проблема психической неграмотности нашего общества. Она приводит к тому, что люди многого не знают или стесняются узнать о психическом здоровье. И уже издревле, еще это на Руси, да и, наверное, не только на Руси повелось, что быть психически больным – это позорно, да, это сумасшедший, это дурак, так далее и тому подобное. Те страны, которые преодолели эту психическую безграмотность, то у них уже сходить на прием к врачу-психиатру или психотерапевту – это как на прием к стоматологу или к окулисту или к другому какому-то специалисту. У нас пока еще существует вот эта стигматизация как психических больных, так и психиатрии в целом. То есть психиатры боятся, что получат диагноз, боятся, что психиатры якобы залечат. Но психические заболевания, они существуют и имеют также разное течение, как и другие хронические заболевания. Бронхиальная астма, язвенная болезнь, да, есть психические заболевания, которые вылечиваются полностью, есть психические заболевания, которые носят хронический характер. Но современные лекарственные препараты способны сдерживать течение этого заболевания. Леонидовна, но как вообще понять, что вот какие-то, может быть, проблемы с психическим здоровьем? Потому что простуду мы понимаем, там какие-то физические проблемы мы понимаем, но психически, может быть, человек и не понимает просто. Ну, конечно, существует много причин, когда уже стоит обратиться к врачу-психиатру и не заниматься самолечением. Это прежде всего пониженное настроение, может быть какая-то повышенная тревога, необоснованная, необъяснимая тревога. Потом различного рода неадекватное поведение, вплоть до агрессивного поведения. Тогда, конечно, чаще всего это обращают внимание родственники самого человека, а сам пациент, как правило, критика у него в этот период снижена. Потом причины каких-то необъяснимых идей, непонятных, патологическое фантазирование, какая-то повышенная гиперактивность. То есть, или наоборот, это у детей, или же наоборот, повышенная утомляемость, раздражительность. Вот это все является причиной, по которой нужно обратиться к врачу-специалисту. Так как всегда известно, что чем раньше начато лечение, тем оно более эффективное. Вот есть такой модный диагноз депрессия. Все говорят, я в депрессии. А что же вот такое депрессия все-таки? Депрессия – это заболевание, одно из распространенных психических заболеваний. Депрессии страдают, доказано статистикой, около 4-5% населения каждой страны. Но нужно сказать, что депрессия как раз и самое излечимое заболевание. То есть, если вовремя обратиться к врачу, то депрессия хорошо вылечивается. Признаками депрессии прежде всего является пониженное настроение. То есть, ни день, ни два, оно может длиться неделю, может длиться месяц, может быть дольше, если человек не обращается за медицинской помощью. Потому что здесь уже советов друзей, какой-то психологической поддержки бывает недостаточно. Но вторым признаком является его двигательная заторможенность. То есть, у человека становится медленно, справляется на работе с каким-то определенным видом своей работы. Ему не хочется ничего делать, он не получает удовольствия от жизни. К депрессии относятся такие признаки, как уже следствие идет, как нарушение сна, потеря аппетита. И такой человек, у него так называемая маска на лице депрессивная. То есть, видно уже этого человека, что у него не все хорошо с настроением и с психикой. То есть, унылое выражение лица, серое лицо какой-то, человек потерянный, глаза тусклые, не блестят, не радуются ничему. Инна Леонидовна, у нас есть звоночек. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы сейчас сказали, что таким показателем того, что не все в порядке с головой, это плохое настроение. Я сейчас испытываю по осени особенно, у меня настроение не очень, при этом я еще и на родных, на своих домашних срываюсь. У меня-то тоже сомнения появляются, может уже все, я того. И можно ли мне как-то к вам обратиться, провериться, будет ли это анонимно. И вот самое страшное, не сократят ли меня после этого с работы, не будет ли известно это на моем рабочем месте. Спасибо. Чтобы задумался человек о своем психическом здоровье. Ну, как правило, у нас в осенний период всегда бывают обострения психических заболеваний, как и других хронических заболеваний. Связано это с тем, конечно, прежде всего, что унылая пора после летнего отдыха. Человек включается полностью в работу, мало отдыхает, мало бывает на свежем воздухе. И это все способствует понижению настроения. Если же вы заметили, что сами вы не справляетесь с таким состоянием, то, конечно, нужно обратиться на прием в диспансер. У нас есть прием психотерапевтов. Если вы желаете, этот прием может быть анонимным. И вполне возможно, что с вашими проблемами можно справиться амбулаторно. То есть, может быть, достаточно будет психологической коррекции, то есть, работы с психологом. Может быть, необходимы будут какие-то лекарственные препараты. Ни в коем случае не рекомендую вам покупать самостоятельно лекарственные препараты в аптечной сети. Их сейчас достаточно много. Все они разной направленности. Только врач-специалист подберет конкретно для вас подходящий препарат. Может быть, это будет антидепрессант. Может быть, достаточно каких-то седативных препаратов. Ну, что касается учета, то на учет с депрессиями мы людей не берем. И ограничений, конечно, с таким заболеванием никаким в трудовой деятельности не бывает. Поэтому бояться нас не надо. На учете у нас состоят только больные, страдающие хроническими психическими расстройствами, такие как шизофрения. И то, если это заболевание протекает непрерывно, то есть, носит тяжелое течение. Если же больной с шизофренией находится в стойкой ремиссии, то есть, он, может быть, даже не нуждается в лекарственном лечении, то у него нет никаких ограничений ни по работе, ни даже по вождению транспортного средства. Что же касается больных, которые с депрессией, то здесь у нас учета таких пациентов нет. Ну, вернее, у нас есть свой просто учет консультативный для статистики. Для ограничений для трудоустройства, для работы абсолютно нет никаких. Так что бояться обращаться к нам с такими проблемами, я считаю, что не страшно. Помимо того, у нас в диспансере второй год существует школа психического здоровья, где освещаются различные вопросы психических заболеваний. И если вы будете посещать эти занятия, если вам это будет интересно, то вы научитесь предотвращать, то есть, профилактику проводить, в том числе и депрессии, и других психических расстройств. Вот затронули вы тему лекарственных препаратов. Часто на них пишется, отпускается без рецепта, есть такие разные марки. Вот все-таки безвредны они или могут навредить человеку, и стоит ли все-таки обратиться к врачу, или можно так употреблять какие-то из них? Ну, препараты нашего ряда, я считаю, что ни в коем случае нельзя покупать самостоятельно, или по совету какого-то знакомого. Потому что даже препараты взять из группы антидепрессантов, все они имеют различную силу действия, да, одни более сильные, другие более слабые. Одному вот конкретно вот вам сосед сказал, что вот я принимал такой-то препарат, мне очень помогло, давай ты купите поможет. Вот этому человеку этот препарат был нужен, он ему помог, а вам он может быть даже навредить. Поэтому даже препараты растительного происхождения, такие есть препараты антидепрессанты, это на основе зверобоя травы, все равно без консультации специалиста, я считаю, что принимать не нужно. У нас есть еще один звонок, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, у меня такой вопрос. У меня есть соседка, по осени и по весне появляется такое ощущение, что у нее не все в порядке с головой. Есть сомнения в ее адекватности. А вдруг она газ оставит или еще что-то сделает? Куда вот нужно обратиться или возможность на нее как-то воздействовать есть? Вот такие вопросы, кстати, часто задают. Да, такие соседи создают проблемы для остальных жильцов дома, особенно если эти соседи со склонением в психическом состоянии не имеют ближних родственников, которые бы за ними ухаживали и присматривали. Прежде всего, если нужно поговорить с этой соседкой и попробовать, предложите ей обратиться на прием психоневрологический диспансер. Вполне возможно, что ей окажут помощь на амбулаторном этапе, то есть не обязательно ложится в стационар. И тем более, что это весенний и осенний период, выпишут препараты, она начнет их принимать и все у нее наладится. А если не пойдет? Если же эта соседка, как правило, такие люди не считают себя больными, тогда уже тут поступать приходится более сложно. Необходимо соседям тогда написать заявление на имя главного врача, психоневрологического диспансера, и указать все проблемы с ее психическим здоровьем, то есть ее неадекватное поведение. Желательно, что если это будет не один жилец этого подъезда, этого дома, а несколько жильцов, тогда на основании этого заявления врач-психиатр пишет заявление в суд на недобровольное освидетельствование. И тогда мы уже прибегаем к недобровольному освидетельствованию, и вполне возможно, что дальше последует недобровольная госпитализация. Таким образом. Сейчас я предлагаю посмотреть опрос. Сегодня наши журналисты спрашивали череповчан, страдают ли они депрессиями и как снимают стрессы. Есть кое-какие, так скажем, рецепты, которых я сама придерживаюсь. Мне помогает написание стихов. Вот прислушаться к себе, вот к своей душе, понять свою потребность, вот какая им потребность есть, может быть, она глубоко спрятана где-то, да, и вот важно ее распознать, выявить эту потребность и разрешить себе ее удовлетворить. То есть спросить, что я хочу прямо сейчас, и идти это и делать. Да, я встречала таких людей, наверное, это из-за погоды, из-за плохой, думаю. Вот. У меня так-то депрессии нет. С плохим настроением я борюсь, играю на инструментах, на музыкальных, на скрипке, на фортепиано. Поем иногда. И все проходит. Побольше гулять, я думаю, свежего воздуха, отдыхать. Если семьи, например, не постоянно сидят дома, а как-то на отдых выходить, выезжать. Летом на речку, зимой на горку. Просто высыпаться надо. Сплю и нормально. У нас есть стресс? Нет. Нам он не приходит? Стресс, я не знаю, у меня давно такого не было. Вот это я от всей души, конечно, вам хочу сказать, потому что образ жизни какой-то такой у меня все время позитивный. Я все время стараюсь быть на позитиве. Ну да, бывает плохое настроение, бывают проблемы, но это все решаемо. Нина Леонидовна, ну вот череповчане, говорят, не страдают депрессиями, нет у них стрессов. А вообще, вот вы как специалисты, что скажете, как у нас с психическим здоровьем в Череповце у граждан? Ну, что касается психического здоровья граждан, наши показатели заболеваемости, конечно, не выходят за пределы Российской Федерации. Хотя доказано, что психические расстройства в экологически неблагополучных районах, они гораздо больше и протекают гораздо тяжелее. Пока у нас такой связи не прослеживается. Что же касается депрессии и других пограничных психических, так называемых пограничных психических расстройств, то они занимают ведущее место в заболеваемости вообще психическими расстройствами, в структуре психических расстройств. То есть где-то 86% от всех психических расстройств это депрессия, неврозы, невростыни, различного рода какие-то психосоматические заболевания, соматизированные расстройства. А вот такие настоящие болезни, которых боятся наши горожане, это хронические психические расстройства, психозы, шизофрения, они составляют лишь, получается, где-то 15-16%. Так что депрессия существует. Может быть, вам попались граждане, которые на данный период являются психически здоровыми. Затронули мы тему, сказали о том, что погода может влиять на психическое здоровье. А вообще какие факторы возникновения психических заболеваний? Факторами психических заболеваний можно разделить на три группы. Прежде всего, это социальные факторы, психологические факторы и, конечно же, биологические факторы. Биологические факторы – это генетическая предрасположенность или наследственная предрасположенность к психическим заболеваниям. Второй фактор биологический – это, так как бы проще назвать, дисбаланс химических веществ в головном мозге, которые приводят к тем или иным заболеваниям. И шизофрения, и депрессия – это как раз идет на уровне дисбаланса химических веществ головного мозга. Психологические факторы – это многочисленные стрессы, которые у нас сейчас в нашей жизни, можно сказать, стали постоянными спутниками. Это социальные факторы, к которым относится состояние экономической и политической ситуации в стране. То есть политические, социальные и экономические катаклизмы способствуют росту психических заболеваний. Это, как следствие, уровень нищеты, это низкий уровень образования, это также употребление психоактивных веществ, тоже это своего рода социальные последствия, это уровень общества показывает, это наркомания, алкоголизм. Вот все эти факторы, они, конечно, способствуют развитию психических заболеваний. Но вот какая категория граждан находится в группе риска? Вот говорят, к старости там какие-то проявляются отклонения в психическом здоровье у людей умственных в профессии, которые занимаются умственным трудом. Ну, для людей, которые занимаются умственным трудом, которые достаточно долго работают, у них наступает, естественно, перенапряжение. То есть если нет правильного режима дня, чередования сна, отдыха, то есть вот 24 часа в сутки можно разделить. 8 часов обязательно сон должен быть, 8 часов работы, 8 часов отдых. Если человек по 10-12 часов работает, спит 3 часа в сутки, то, естественно, какой бы там он ни был здоровый, интеллектуально развитый, он способствует тому, что в конце концов может наступить у него или депрессия, или какое-то тревожное расстройство. Поэтому самое главное здесь знать меру во всем. То есть нормально трудиться, достаточно отдыхать, и обязательно достаточно должен быть сон. Еще про какую категорию вы спросили? Про пожилых, да? Психическое здоровье пожилых людей, оно, конечно, страдает. Тем более, что в настоящее время продолжительность жизни несколько увеличивается, соответственно, и происходит старение населения. Но единственное, что психически пожилые люди за психиатрической помощью, как правило, обращаются в несколько раз реже, чем люди трудоспособного возраста. Потому что многие из них считают, что это результат его старения, что эти проблемы, да и родственники к этому как-то относятся благосклонно. И, конечно, чем старше человек, если, например, такое заболевание, как деменция, наверное, вы знаете, что это за заболевание, да, это слабоумие, которое развивается, бывает, есть болезнь Альгеймера, которая развивается в пожилом возрасте. Чем старше человек, тем вероятность, процент заболеть вот этой деменцией, она выше. То есть, если, например, в возрасте от 60 до 70 лет деменция заболевает, например, 1-2%, то уже в возрасте от 80 до 90 лет, там почти половина людей этого возраста уже заболевает таким заболеванием, как деменция. Я лично для себя очень многое сегодня узнала, надеюсь, что и наши зрители тоже. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был главный врач Вологодского областного психоневрологического диспансера номер 1 Нина Петровцева. Это была программа «Серьезный разговор». До встречи.